От кого и как надо защищать детей 1 июня? Вопрос, тревоживший журналистов со дня рождения этого праздника, пропал как-то сам собой. И все жители поселка Лесной, а мы именно там фиксировали его проведение, воспринимали мероприятие с большим желанием, несмотря на дождь. Мне кажется, нашим детям ничего не страшно, даже дождик. Такой был июнь проливной 10 минут назад, они пляжут прямо на сцене. Посмотрите, что сегодня происходит. Мамок нет, папок нет, одни дети, сами себя развлекают и радуются. Я им говорю, что за праздник вы знаете? Говорят, нет. А я говорю, а первое число знаете, что будет? Они говорят, знаем. День защиты детей. Я говорю, а сегодня мы будем готовиться к этому дню. И вот какое уже детское настроение, все радуются, разогнать никого прямо не представляется возможным. Светит солнышко для всех, чтоб зимел веселый смех, детвора не плакала. Светит солнышко для всех. У меня у самой четверо деток, я очень, да, хорошо отношусь к этому празднику. Мне нравится, что и государство помогает нашим деткам, ну и местные насильные власти. То есть детей, конечно, нужно оберегать, потому что помимо родителей, еще окружающие должны тоже помогать в этом. И праздник, побольше детям праздников, тем более начало летних каникул. Заслуженные награды получили активные сограждане младшего поколения. В этом турнире приняли, конечно, много участников было, ребята с энтузиазмом пришли к этому делу. И ну у нас только один победитель, и два человека заняли второе место. Где же он, где же он? Капучки и Дима. Дима Гороевский, победитель шахматного турнира 2015 года. Ура! Свою секунду славы с прошедшим днем рождения получил и Александр Вениаминович. Вы знаете-то! Мы знаем, что мы знаем! Ну тогда все вместе поздравляем! Три, четыре! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ну, для нашего сельского поселения это достаточно хорошо, потому что в последнее время нас очень хорошо стали организовывать детские праздники именно своими силами, детскими коллективами. Как вы думаете, почему это? Ну, работа местная, может быть, власти, конечно, стали больше уделять внимание поселению. Ну и сами, наверное, жители стали больше помогать. Катя, что бы ты пожелала всем детям земли? Я хотела, чтобы дети выросли, в школу ходили, нас нависали в садике и получали хорошие оттенки и учились хорошо.